Почти три недели новокузнечане не видели игр континентальной хоккейной лиги. На матч с Амуром пришли посмотреть почти 6 тысяч человек. Однако с самого начала матч выдался скучным. Первые два периода команды играли на равных, атаки успеха не приносили. И даже удаление не помогали открыть счет. Голкиперы Алексей Мурыгин и Александр Лазушин каждый раз оказывались в нужное время в нужном месте. Основное ледовое шоу началось в третьей 20 минутке. Через 40 секунд после свистка форвард Металурга и игрок второй национальной сборной Дмитрий Когарлицкий с острова Угла забросил шайбу в ворота Амура. Уже через 5 минут он же отметился результативной передачей. Дмитрий Мегалинский увеличил отрыв, мощно щелкнув от синей линии. И казалось бы, что пора усесться в обороне, но Алексей Ефимов окончательно загнал Амур за тучи. И сделал счет 3-0 в пользу Металурга. Хабаровчане бросились отыгрываться. И уже за минуту до финальной сирены сократили отставание до одной шайбы. Но все попытки сравнять счет были тщетными. Не помогла даже замена вратаря на шестого полевого. Даже наоборот. Итог четвертая победа подряд у Металурга. На радость соскучившимся по играм болельщикам. Которые, кстати, зная об ужасном финансовом состоянии команды, собрали уже более 160 тысяч рублей. Спасибо им огромное. Мы очень благодарны им, что они проявляют такую инициативу. То, что мы им не безразличны. Это показывает, что мы правильно делаем свое дело. А им просто огромное спасибо. Жалко, что с финансированием проблемы. Что болельщикам приходится. Просто такого не должно быть. Тренеры команды о финансовых вопросах не говорили. Обсуждали только игровые моменты. Первый период мы начали очень хорошо. Команда показала ту игру, которую я хотел видеть постоянно. Второй период провели, к сожалению, уже не на таком уровне. Я не знаю, что произошло в третьем периоде, но на площадке были видны только игроки Металурга. Своих игроков я не видел. Следующую игру Металург проведет на выезде в Новосибирске с местной Сибирью. А уже 21 ноября Амур попытается взять реванш у Столиваров на Хабаровском льду. Денис Новохадский, Александр Архипенко. Новости моего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова